так и так здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас все-таки мы вырвали гранту хэтчбэк это самый ожидаемый автомобиль на нашем рынке да то есть после тест-драйва 2м на москва raceway у нас очередная громкая премьера это лада гранта хэтчбэк тот автомобиль который все ждали и он должен был стать новой как бы эпохой как бы вот в автомобильном дизайне автоваза да давайте сегодня мы полностью посмотрим машину и естественно обратим внимание на багажник да посидим в салоне но тест-драйвные характеристики на самом деле волнует меньше все потому что у нас был подобные лада гранта просто на механике вот здесь тест можете посмотреть как она едет то здесь принципе повадки не сильно отличились давайте посмотрим наш внешность и так в принципе внешне автомобиля что касается переда даже у нас немножко от стандартный грант именно естественно то есть седан отличается немножечко передний бампер да у нас есть иная прорезь поэтому как бы здесь кстати машина у нас стоит 346 тысяч вообще цены на гранты хэтчбэк именно будут начинаться от 314 тысяч то есть но это такая прям самая простая комплектация вот но внешне понятно в принципе внешне она отличается не сильно только чуть-чуть изменился задний бампер давайте посмотрим сбоку и так ну что можно сказать сбоку сбоку можно будет этот автомобиль назвать ну не знаю как-то вот ну не лада гранта хэтчбэк а как-то лада гранта какой-нибудь ход бэк чем там спортбэк какой-нибудь там что-то ну спортбэк уже конечно занят но что-то можно было спорту спорт спорт хэтч там что-то в этом роде естественно машина пришла на смену а нового поколения самар вот и это замена 14 поэтому в принципе вот хоть но машина изящная сбоку мне очень нравится то есть у нас в принципе если визуально посмотреть у нас изменилась вот эта вот часть двери то есть штампы абсолютно другие они такие же как на ладе гранте седан заметили тот кто часто имеет дело с лады грантами то есть вот эти крылья немножко вот это вот штамповка вот она расширилась то есть багажник стал как будто шире а так у нас ну по крайней мере автовазовцы заявляют что здесь настолько идеальная аэродинамика что дворник не нужен и поэтому в самой простой комплектации дворника нет это считается роскошью и они уверены что вот вот это вот загрязняться вообще не будет то что здесь с точки зрения динамики все продумано на самом деле можно было еще дотянуть и сделать такой у нас в принципе лифтбэк то есть чуть-чуть дотянуть но принципе боковая линия очень изящная но хотя бы обратить внимание вот за счет вот этого скоса то есть он здесь идет плавнее чем на седане на 8 миллиметров уменьшилась высота крыши в районе голов передних задних пассажиров так давайте теперь посмотрим в принципе сзади что у нас происходит именно вот с пофаром и так вообще на всех картинках автовазов фирменных пресс-релизовских у нас прекрасно видно что она представлена серебристом цвете на 15 колесах и она смотрится круто что здесь не видно здесь у нас не видно вот это вот на черном цвете у нас не видно вот это черные ставки которые в серебристом цвете как бы она грубо говоря нашу задницу она делает визуально более легко поэтому здесь она кажется массивной но в серебристом цвете черная как бы так вот оттеняет она кажется меньше здесь естественно ходовой фонарь ходового огня вот и вставка под номер она кстати другая не такая же как на хэтчбеке сзади я бы все-таки что-то вот с фарами сделал то есть можно было пара как-то вот но здесь не вписываются можно было может быть и как-то округлить вот как-то вот так довести вот я конечно не специалист в дизайне но вот мне кажется был бы актуален такой небольшой спойлер здесь значит гранта хэтчбек у нас будет игры значит гранта хэтчбек в самой простой комплектации у нас будет начинаться естественно с 1.6 но это тоже тот же самый 1.6 с облегченной поршневой который ставится на гранта вторым мотором это у нас будет приора классический известный нам старый добрый приоровский двигатель но может не совсем добрый вот и в максимальной комплектации у нас будет мотор 106 сильный мотор на автомате будет идти только приоровский двигатель вот так они научились их сочетать с новым двигателем а автомат четырехступенчатый ниссановский значит что у нас в принципе здесь без изменений то есть такого что-то слишком ну под капотом в максималке кстати у нас будет по моему са с подвеска стоять то есть там будет газовые амортизаторы там стоят будет подвеска будет энергоемкой и 15 колеса также уже будут стоять там максималки именно так давайте серина посмотрим а кстати обратите внимание что здесь уже шумоизоляция есть и уплотнитель давайте посмотрим по салону изменения пол так застелен на этот как только что то есть как-то он хлипко сидит но в принципе с требовать от машине от машины ценой в 300 тысяч в старт то есть что то там ну ладно значит по салону в принципе с один из самых просторных вазов да вместо он головой есть руль регулируется у нас только по углу наклона новый набалдашник здесь у нас присутствует то есть ну в принципе здесь уже тросиковый привод очень удобно очень удобно пятиступка и задняя вот так а так ну что комфортно в принципе что-то говорить что здесь как-то все плохо ужасно я бы не сказал вот это вот есть на серебро покрасить а так было бы замечательно стеклоподъемники у нас здесь магнитола нету и печка все скромно по спартански так и сердито и так сел сам за собой мне вот эти вот как-то знать сэкономленные задние подголовники их обрезали чтоб минимум материала тратить в упор то есть кое-как помещаясь вот если бы не эта выемка в сиденьях я бы не поместился здесь у нас значит подарок антенна то есть если вы покупаете ладу гранту вам ну не перекручивают сами вот они дают вам в подарок либо это антенна либо это волшебная палочка то есть ты можешь сказать давай в 8 под капот да давай пневму мне сюда и можешь сидеть так и управлять своим автомобилем думаю такой юмор от автоваза как его ну все здесь в принципе нормально но а даже с учетом того что в 8 менял в 8 горифм не по фрейду оговорочка дурные мысли всякие разрабцы в голову лезет когда в гарантии сидишь на заднем сиденье несмотря на то что на 8 миллиметров сократилась крыша мы как бы все равно вот у меня рост метр девяносто два я ну нельзя сказать что я упираюсь головой удивительно что не такая и короткая вот это вот нижняя подушка сидеть достаточно удобно здесь у нас фиксаторы для ремней безопасности да чтоб они не повалялись под сиденьем не залетали при складывании достаточно удобно вот это вот придумано вот эти вот фиксаторы так ну что давайте ну что давайте все-таки уже приступим к багажнику да самое вожделенное багажник к сожалению нет кнопки открывания багажника как бы он открывается либо из салона с кнопочки либо ключом нет а он открыт был видимо да ну-ка погоди так закрыт а вот все это нормально все было это не все нормально так значит ну что вот открываем багажник но он огромен да с точки зрения как бы вот удобства погрузки а вот нас полочка кстати смотри обратить внимание что она полка достаточно хорошо сделано то есть ничуть не уступает каким-то другим так все вроде обрезанный материал такой хочу вам сказать что о самореза не к покрасили в черный цвет вы посмотрите да ну даже круто они не блестят теперь у нас смотрите вот смотри за черный круто нет полка здесь я могу сказать как на октаве то есть качество полки радует действительно так перетянута тканью смотрите что ли не сам на завод пришел такие даже здесь такие фиксаторы полку как будто не на автовазе делали да она почему не снимается а полка чё не снимается а все понял так давайте снимем полку и вот так вот перевод у нас огромная погрузочная огромный багажник сюда мы можем сесть и прикрыться кстати да у нас такой навес здесь образовывается вот но уже на гонке приехать и сказать кого надрать уже не про не получится как на 1 4 коврик вот открывается здесь тоже таким войлоком достать шумуализационную как используется как материал полноценная запаска то есть полноразмерная здесь кулек семечками вот и домкрат все как складываются сиденья я честно не знаю но с точки зрения логики давайте попробуем а ну вот все то есть так двигаем значит сиденья назад вот эти отпускаем этот я на упору подвинул она вот так вот давайте ты помоги мне по такой же аналогии сделать тоже так пока мы показываем вам нереальный размер багажника да а вот так вот две и там надо так передок надо подвинуть то есть максимально нужно сиденье за передний сдвинуть чтобы это вперед чтобы он так продвинулся ну или для вот вам пожалуйста зачем вам надо ларгус покупать смотри какая грузовая платформа туда много чего можно положить но к сожалению тещу уже женой с детьми не посадишь назад но что-то по хозяйству перевести все круто значит ну что по моему все по багажнику да ну действительно сделано неплохо все закручено все уплотнители недавно не торчат нигде криво не обрезаны в принципе неплохо неплохо давайте попробуем закрыть и закрываем мы так вот ручки для закрытия здесь конечно но только вот это но не очень удобно за ней держаться при купли все время будет держаться кстати вот за эти места за грязные вам бежать и но неплохо в принципе почему я считаю что для конфигурация хэтчбека действительно сделано неплохо дизайнерски но только фары немножко смущает но четкие пацанчики я же думаю уже чувствую что они будут тонировать задние фары и вот этого контура не будет видно но в принципе это был такой краткий обзор гранты хэтчбек спасибо за просмотр подписывайтесь скоро у нас будет эти вот новые калины мощные со 140 сильным мотором и возможно мы приведем сравнительный тест-драйв возьмем этого этого ладу грамм то есть сравним с каким-нибудь по цене сопоставимым автомобилем иностранного производства и мы там с вами багажники ускорение вот и цену естественно все спасибо за внимание подписывайтесь ставьте лайки